Здравствуйте, дорогие друзья, взрослые и дети! Это Хоббит-отшельник и Петрушка. И сейчас у нас сказка с Петрушкой. Продолжение сказки «Золотой ключик». Говорящий сверчок даёт Буратино мудрый совет. Прибежав в коморку под лестницей, Буратино шлёпнулся на пол около ножки стула. Чего бы ещё такого придумать? Не нужно забывать, что Буратино шёл всего первый день от рождения. Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. В это время послышалось «Кри-кри! Кри-кри! Кри-кри!» Буратино завертел головой, оглядывая коморку. «Эй, кто здесь?» «Здесь я! Кри-кри!» Буратино увидел существо, немного похожее на тракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало. «Кри-кри!» Глядела выпуклыми, как из стекла, радужными глазками, шевелила усиками. «Эй, ты кто такой?» «Я говорящий сверчок», — ответило существо. «Живу в этой комнате больше ста лет». «Здесь я хозяин! Убирайте отсюда!» «Хорошо, я уйду, хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил сто лет», — ответил говорящий сверчок. «Но прежде, чем я уйду, выслушай полезный совет». «Очень мне нужны советы старого сверчка!» «Ах, Буратино, Буратино», — проговорил сверчок, — «брось баловство, слушайся, Карло, без дела не убегай из дома и завтра начни ходить в школу. Вот мой совет. Иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой мухи». «Почему?» — спросил Буратино. «А вот ты увидишь, почему», — ответил говорящий сверчок. «Ах ты, столетняя букашка-таракашка!» — крикнул Буратино. «Больше всего на свете я люблю страшные приключения. Завтра чуть свет убегу из дома лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек. Я еще не то придумаю». «Жаль мне тебя, жаль, Буратино. Прольешь ты горькие слезы». «Почему?» — опять спросил Буратино. «Потому что у тебя глупая деревянная голова». Тогда Буратино вскочил на стул, со стула на стол, схватил молоток и запустил его в голову говорящему сверчку. Старый умный сверчок тяжело вздохнул, пошевелил усами и уполз за очаг навсегда из этой комнаты. Буратино едва не погибает по собственному легкомыслию. Папа Карло клеит ему одежду из цветной бумаги и покупает азбуку. После случая с говорящим сверчком в коморке под лестницей стало совсем скучно. День тянулся и тянулся. В животе у Буратино тоже стало скучновато. Он закрыл глаза и вдруг увидел жареную курицу на тарелке. Живо открыл глаза, курица на тарелке исчезла. Он опять закрыл глаза. Увидел тарелку с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Открыл глаза. Нет тарелки с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Тогда Буратино догадался, что ему ужасно хочется есть. Он подбежал к очагу и сунул нос в кипящий на огне котелок. Но длинный нос Буратино проткнул насквозь котелок. Потому что, как мы знаем, и очаг, и огонь, и дым, и котелок были нарисованы бедным Карло на куске старого холста. Буратино вытащил нос и поглядел в дырку. За холстом в стене было что-то похожее на небольшую дверцу. Но там было так затянуто паутиной, что ничего не разобрать. Буратино пошел шарить по всем углам. Не найдется ли корочки хлеба или куриной косточки, обглоданной кошкой. Ах, ничего-то, ничего не было у бедного Карла запасено на ужин. Вдруг он увидел в корзине со стружками куриное яйцо. Схватил его, поставил на подоконник и носом тюк-тюк разбил скорлупу. Внутри яйца пискнул голосок. «Спасибо, деревянный человечек!» Из разбитой скорлупы вылез цыпленок с пухом вместо хвоста и с веселыми глазками. «До свидания! Мама Кура давно ждет меня на дворе!» И цыпленок выскочил в окно. Только его и видели. «Ой-ой!» – закричал Буратино. «Есть хочу!» День наконец кончил тянуться. В комнате стало сумеречно. Буратино сидел около нарисованного огня и от голода потихоньку икал. Он увидел, из-под лестницы, из-под пола показалась толстая голова. Выснулась, понюхала и вылезло серое животное на низеньких лапах. Неспеша оно пошло к корзине со стружками, влезло туда, нюхая и шаря. Сергито зашуршало стружками. Должно быть, оно искало яйцо, которое разбил Буратино. Потом оно вылезло из корзины и подошло к Буратино. Понюхала его, крутя черным носом с длинными черными волосками с каждой стороны. От Буратино съестным не пахло. Оно пошло мимо, таща за собой длинный тонкий хвост. Ну как его было не схватить за хвост? И Буратино сейчас же и схватил. Это оказалась старая злая крыса Шушара. С испугу она, как тень, кинулась было под лестницу волоча Буратино, но увидела, что это всего-навсего деревянный мальчишка. Обернулась и с бешеной злобой набросилась, чтобы перегрызть ему горло. Теперь уж Буратино испугался. Отпустил холодный крысиный хвост и вспрыгнул на стул. Крыса за ним. Он со стула перескочил на подоконник. Крыса за ним. С подоконника он через всю коморку перелетел на стол. Крыса за ним. И тут на столе она схватила Буратино за горло, повалила, держа его в зубах, соскочила на пол и поволокла под лестницу в подполье. Папа Карло успел только пикнуть Буратино. «Я здесь!» – ответил громкий голос. Дверь распахнулась. Вошел папа Карло. Стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу. Шушара, выпустив деревянного мальчишку, скрипнула зубами и скрылась. «Вот до чего доводит баловство!» – проворчал папа Карло, поднимая с пола Буратино. Посмотрел, все ли у него цело. Посадил его на колено, вынул из кармана луковичку, очистил. «На, ешь!» Буратино вонзил голодные зубы в луковицу и съел ее, хрустя и причмокивая. После стал тереться головой о щетинистую щеку папы Карло. «Я буду умненький, благоразумненький, папа Карло!» Говорящий сверчок мне велел ходить в школу. «Славно придумано, малыш!» «Папа Карло, но ведь я голенький, деревянненький! Мальчишки в школе меня засмеют!» «Эге!» – сказал Карло и почесал щетинистый подбородок. «Ты прав, малыш!» Он зажег лампу, взял ножницы, клеи и обрывки цветной бумаги, вырезал и склеил курточку из коричневой бумаги и ярко-зеленые штанишки. Смастерил туфли из старого голенища и шапочку колпачком с кисточкой из старого носка. Все это он надел на Буратино. «Носи на здоровье!» «Папа Карло!» – сказал Буратино. «А как же я пойду в школу без азбуки?» «Эге!» «Ты прав, малыш!» Папа Карло почесал в затылке, накинул на плечи свою единственную старую куртку и пошел на улицу. Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными картинками. «Вот тебе азбука! Учись на здоровье!» «Папа Карло, а где твоя куртка?» «Куртку-то я продал. Ничего, обойдусь и так. Только ты живи на здоровье!» Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло. «Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток!» Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без баловства, как научил его говорящий сверчок. Буратино продает азбуку и покупает билет в кукольный театр. Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и вприпрыжку побежал в школу. По дороге он даже не смотрел на сласти, выставленные в лавках. Маковые на меду треугольнички, сладкие пирожные и леденцы в виде петухов, насаженных на палочку. Он не хотел смотреть на мальчишек, запускающих бумажный змей. Улицу переходил полосатый кот Базилио, которого можно было схватить за хвост, но Буратино удержался и от этого. Чем ближе он подходил к школе, тем громче неподалеку на берегу Средиземного моря играла веселая музыка. «Пи-пи-пи!» – пищала флейта. «Ла-ла-ла-ла!» – пела скрипка. «Дзынь-дзынь!» – звякали медные тарелки. «Бум!» – бил барабан. В школу нужно было поворачивать направо. Музыка слышалась налево. Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю, где пи-пи-пи-пи-пи-пи, дзынь-ла-ла, дзынь-ла-ла. «Бум!» «Школа же никуда не уйдет же!» – сам себе громко начал говорить Буратино. «Я только взгляну, послушаю и бегом в школу!» Что есть духу, он пустился бежать к морю. Он увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами, хлопающими от морского ветра. Наверху балагана, приплясывая, играли четыре музыканта. Внизу полная улыбающаяся тетя продавала билеты. Около входа стояла большая толпа. Мальчики и девочки, солдаты, продавцы лимонада, кормилицы с младенцами, пожарные, почтальоны. Все, все читали большую афишу. «Кукольный театр. Только одно представление. Торопитесь, торопитесь, торопитесь!» Буратино дернул за рукав одного мальчишку. «Скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет?» Мальчишка ответил сквозь зубы, не спеша. «Четыре сольда, деревянный человечек!» «Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек. Вы не можете мне дать взаймы четыре сольда?» Мальчик презрительно свистнул. «Нашел дурака!» «Мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр!» — сквозь слезы сказал Буратино. «Купите у меня за четыре сольда мою чудесную курточку!» «Бумажную куртку за четыре сольда? Ищи дурака!» «Ну, тогда мой хорошенький колпачок!» «Твоим колпачком только ловить головастиков! Ищи дурака!» У Буратино даже похолодел нос. Так ему хотелось попасть в театр. «Мальчик, в таком случае возьмите за четыре сольда мою новую азбуку!» «С картинками?» «С чудесными картинками и большими буквами!» «Давай, пожалуй!» — сказал мальчик, взял азбуку и нехотя отсчитал четыре сольда. Буратино подбежал к полной улыбающейся тете и пропищал. «Послушайте! Дайте мне в первом ряду билет на единственное представление кукольного театра!» Вот на сегодня и все, дорогие друзья! Продолжение следует! Взрослые и дети! И спокойной вам ночи!